Канал Аль-И'тисам представляет Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Аллаху, его пророку и посланнику Мухаммаду, его семье, его женам, сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня, а затем, мир вам, милость Аллаха и его благословение. Мы продолжаем серию лекций, посвященную мурджиитам, или нео-мурджиитам современным, как их принято называть, Матхалитам, Джамитам и многим-многим другим названием. Как в прошлой передаче мы узнали, что от родоначальников и имамов этого движения отходили и откалывались их ближайшие друзья и соратники. И вроде бы казалось, люди почти 30-35 лет находились вместе, дружили, друг друга хвалили, но потом из-за каких-то небольших разногласий, в каких-то вопросах фирха, или, может быть, в каких-то вопросах методологии, или вообще из-за каких-то незначительных причин люди начинали без того, чтобы сделать друг другу наставление, или попытаться исправить. Нет, сразу начинали обвинять в нововведении, в ереси, обвинять во лжи, писать друг против друга книги и заниматься подобными делами. Шейх, в прошлый раз вы сказали, что вся была передача посвящена в основном лидеру движения и тому, как его самые ближайшие соратники, сахабы от него начали отходить, откалываться, и он начинал про них лекции и книги писать, и они точно так же про него писали статьи с обвинениями в его адрес. Но ведь на этом дело не закончилось, так ведь? Мы, как в прошлом лекции, то есть, сказали, ахли сунну аль-джама'а, когда между собой отношение какое-то, когда их оппонент ошибается, они им насыщие делают, объясняют, ошибки исправляют, и сверху эту еще им оправдание дают, их ошибку. И за то, что у них на нескольких вопросах, на нескольких вопросах у них разогласы есть, они не отходят друг к другу, не выраживают друг друга, наоборот, друг другу помогают, на хорошем деле местные бывают. Вот у них разногласия есть в некоторых вопросах. Здесь даже вчера этот Хаддуши, его в своем канале поставил, история двух ученых Индии. Два ученика, Садиханис, этот Шавкани, очень много любит, и он салафит на салафистское убеждение, он мазаб тоже не придерживался, как асхабы хадисы. А другой ученый, к нему хотел он зияр пойти, сейчас это ученый имя забыл, я. Он своим ученикам говорит, мы завтра пойдем, мы зияр этому ханафистскому мазабу ученому. Он ученый, уважаемый человек. Когда туда пойдем, громко, аминь, тоже не говорите, и руки тоже не поднимайте. Когда кроме начала Аллаха Акбар, это ханафит же в другом месте не поднимает руки. Им на себя делали туда. Они пришли туда, а тот ученый, ханафит, он говорит, тот салафит, говорит, к нам идет. Он говорит, везде руки тоже поднимают, громко, аминь, тоже говорите. И руки тоже понимают, друг друга они не знают, что это. Он ему хорма делать хочет, чтобы спор не был, он ему. Пришли молиться там, которые пришли с этим, садиханом, которые пришли, студенты, они тихо, аминь, говорят, которые его ученики, если я начал громко, аминь, говорят, руки поднимать. Потом, когда салам дал, садихан, говорит ему, что случилось, что так? То, что случилось с твоим учеником, он говорит, с моим тоже случилось. Он говорит, он тоже есть. Друг в других вещах, в таких вещах даже, в которых нету куфра, нету харамного, иногда уважение поднимали, чтобы даже такой спор не поднимался. Услюб, нравственность. Нравственность. А эти, ахлесуни, вот так и должно быть. Друг другу нас яхать, друг другу поправлять. Даже если одно мнение не придем, но не будем врагами, как сказал имам Шафия, рахима Аллах, когда у него с одним ученым этот спор получился, он ему говорит, имам Шафия ему говорит, но руку тоже держал, говорит, он сам рассказывает. Если, говорит, к какому-то вопросу мы разогласились, не хватает ли нам, чтобы мы были братьями. Такого умного человека я не видел, Гатюнус. А здесь они, нет, если ты с ним не согласен, значит, я их враг. Это методология видатчиков. Когда они считают друг друга заблудшими, и друг друга порицают, и предостерегают, не слушают его, не слушают того, это нету сомнений, что это методология видатчиков такая. Шейх, можно сказать, что это общая черта вообще для всех сект в исламе? Да, это является общей чертой для всех сект в исламе. Эти джамиты, пока даже их лидеры еще жив, у них закончились те люди, которые они порицали. Салман Уда, Сафар Хавали, Насир Умар, эти порицали закончились, уже они освободились, начали друг друга порицать. Мы уже знаем это, начали друг друга порицать. Как огонь, когда уже нету, дрова заканчиваются, что она делает? Сама себе пожирает и умирает. Такой же стадуум. Значит, этот ученый, того, что он, это ученый, их лидеры, даже не скажем, их ученики, ученики, это вообще, если в интернет пространство зайдешь, там видно, как они друг друга общаются. Даже их лидеры, как они общались. villa от fullestа, он делает немножко комитет. Что petit prosperity. Убеду cinей-ux-ка – это украинская кер Cherии – Убеду-лджабе – лcier- turей. Мохаммад – име Mrs. под Ned과 accomplishment. Фалию-лджабе – moхаммад – смilli рах藥 с махмадем. Убеду-лджабе – мохаммаджей – вмешатель lavor имеет « ваш г relación – э... Ибрахим Рахиль лессахл – солих х hearsов," солих с своим братом – ж sky фами – красоты – Медина, Риал, Хаил, Монтика Шаркия, Монтика Саутия, Места, Саутия, Квейта, 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 У них три жама'ата. Ни говорим, Ахли Сунна, имена, Утата, Джахмита, Мадхалита, три жама'ата. Из этого сейчас мы продолжим рассказывать, как они друг друга предостерегают. Мадхали предостерегает Ибрахима Рахили. Мадхали сказал, что они живые, они оба в Медине живут, оба учителя Мадхали, преподаватели там. Но между ними разлагаться стало, Мадхали сказал в своем лекции, предостерегает Ибрахима Рахили. Ибрахим Рахили запутывает салафитов и студентов. Из этого я говорю, это асхабы шубаха, у них шубаха, сомнительные вещи этих людей есть. Не может сказать, он не салафит, но он запутывает их. И нельзя с ним вместе сидеть, и слушаться их, и встречаться с ними. Так они предостерегают Мадхали от Ибрахима Рахили. Убайдул-Джабери тоже они же друзья, Мадхали, одну жама'ата. Претензий к нему много. Да. Те люди много есть, которые скрываются под сунны, но Аллах говорит, их опозорит. Ибрахим Рахили тоже этих людей, он говорит, заблудший ему в талии. Много не будем говорить. Мухаммад Мадхали про Салих Сухайми. Что он говорит? Сара Сухайми из больших жама'ата в Сауде, я знаю, в уроках тоже посидел в Медине, в этой мечети уроке, был слепой. Он тоже учитель жама'ата в Исламе. Они трое жама'ата в Исламе учители. Мухаммад Мадхали, Рахили, Сухайми. Сухайми и Рахили друзьями. И между собой враждуют. Они были друзьями. У него отношения с Мухаммадом Мадхали не так нормальные были. Он сказал, ас-сухайми юдафиу бильбатир он говорит, он ложью защищает Ибрахим Рахили. Сухайми защищает ложью Ибрахим Рахили. Не сидите с ним, не приходите уроки. И также каждый, кто защищает Рахили, урок не ходит. И говорит, Мухаммад Мадхали. Убайдул-Джабери про Абдул-Азиз-Рейс. Известный Абдул-Азиз-Рейс, который прямо в телевидении, если даже видите Валию Амар, зина делает полчаса и вино пьет полчаса по телевидению в прямом эфире, нельзя его порицать. Не только выходить против него убрать. Нет, порицать даже нельзя, говорит. А Убайдул-Джабери про Абдул-Азиз-Рейс говорит, Абдул-Азиз-Рейс говорит, если его слова я скажу, я заблудшу его. И надо было от меня тоже протестригать. Он тоже из тех людей. Но этим дал понять, что от него тоже надо протестригать. Также, мы сказали, Ахмад Базамол из этих, он тоже протестригает от Абдул-Азиз-Рейса. И также Абдул-Джабери протестригает, Ахмад Базамол протестригает от Абдул-Азиз-Рейса. А сейчас Убайдул-Джабери протестригает от кого? От Ахмад Базамол и от шейха Усама Атайя Аль-Утайпи. Хаддер шейха Ахмада Аумара Абдул-Азамол и Усама Атайя Киллахом Фаттанин. Не буду все читать, чтобы быстро прошли, чтобы зрители видели, как эта группа уже друг друга кушает. Был человек на верхушке, от него люди отошли, и они уже сами друг против друга начали. Абдул-Джабери про Салим Атавиль. Салим Атавиль – это кувейтский ученый. Мы сказали, здесь Риза тоже проходил. Про него он говорит. Абдул-Джабери сам был из учителей Салим Атавиль. И постоянно Салим Атавиль хвалил за Абдул-Джабери. В конце начал предостерегать от Салим Атавиль. Сам учитель начал от своего ученика предостерегать. Этот Манхаш, как мы сказали, бедаатчиков. А друг друга предостерегают. Это они делают. За что? За несколько вопросов, которые задались между ними. Из такого отношения, относились бы ученые Ахрисун друг к другу, до нас вообще знание не дошло бы. Абдул-Джабери предостерегает от Мухаммад Имам. Мы сказали, что Мухаммад Имам заблудший, пока он не будет таубы делать. В Мухаммаде мы знаем, что он тоже один из лидеров Джамитов был. И также Абдул-Джабери предостерегает от Абдул-Рахмана Аль-Мар'и. И также Фалиху-ль-Харби предостерегает от Абдул-Азиза Рейс. Фалиху-ль-Харби предостерегает от Ахмада Мухаммада Базамол, Мухаммад Бин Рамзан Аль-Хаджири, и Абдул-Азиза Рейс, и Абдул-Азиза Рейс, и Абдул-Азиза Рейс. Когда Фалиху-ль-Харби спросили про них, он сказал, что они все являются невеждами. Одни из них больше невежды, больше джахли, чем другие. Так целый их имена говорит, целый этот список здесь. Фалиху-ль-Харби предостерегает от Усаму-ль-Атая-ль-Утайби, этот ученик этого Мадхали. Он говорит, Усаму-ль-Атая-ль-Утайби сираджу на Сафиху-ль-Ла-Хай-Рафихи. Он глупый, у него чего хорошего нету, там целый пять-шестрочек про него говорит. И также Ахмад Нажми предостерегает, а сейчас до сих пор Фалиху-ль-Харби предостерегал, Ахмад Нажми предостерегает от кого? От Фалиху-ль-Харби. Он говорит, Ахмад Замзин говорит, Фалиху-ль-Харби, оба являются они из больших лидеров. И друг друга они хвалили. По причине того, что Раби начал подозревать, что он присоединился к Харбаддитам. Да-да-да. А здесь он говорит, Абдуллатив говорит, Неважный говорит, никакие знания невозможно его остановить. Он говорит, ты с ним шариатом и ум, он хоть что-то объяснит, он этого не понимает, шариат нету, знаний нету. Ахмад Базамол сейчас предостерегает от кого? От Сали-Мутявил. То есть там уже идет ругань между даже странами. Там Бахреинские – от Саудейских, Саудейские – от Египетских. И также, Салим-Тавил уже предостерегает от кого? От Ахмада-Саби'и. Не будем их словы приведить. И также, Фавваз-ль-Ивази предостерегает от Салим-Тавил. Халид-Дахвил-Дуфэри предостерегает от кого? От Салим-Тавил. И также, Мухаммад-Аль-Анжария предостерегает от Салим-Утавил. Салим-Утавил – это учитель, Крымского. Мы же сказали, Ризе. И также мы знаем известный Мухаммад Саид Раслан предостерегает от Хишаму Били. Хишаму Били тоже ученый Джамитов, Матхалитов в Саудии. И также Саид Раслан тоже из этих был. А сейчас Саид Раслан предостерегает от него. Потом Хишаму Били тоже начал опровержение делать салям этому Мухаммад Саид Раслан и Эмурад Делад. Вот эти ученые, которые коротко где-то, о которых мы сказали, они были друзьями, были ученики-учениками этих шуйохов. И также начинали предостерегать. А сейчас русскоязычное пространство тоже. Их ученики. Кто учился у Раслана, предостерегает, например, кто-то учился в Даммадже. Кто учился в Даммадже, предостерегает этих. То в интернет заходишь, очень много имен этих людей. Их лидер, например, Ренат пускай будет Абу-Марием, этот таджикский, вот этот, который, да. Потом есть Абу-Зайем, есть другие. Очень много их, неизвестные люди. Больше делают нечего. Говорят, Аккида, Аккида, Аккида. Аккида вообще не касается этого вопроса. Объясни Аккида людям. Этот ученик того, значит, он битатчик. Этот человек, это харжид, этот такфирист, этот муржид, у него манажikel неправильный, у него манажikel такой, этим же занимаются их ученики. И от знаний эти люди далекие. Этых людей знаний нет. Почему? Потому, что они запрещают брать знания, кроме вот этих людей. Там несколько человек. Даже Коран слушают, запрещают они от битатчиков. Даже Коран слушают, просто запрещают. Надо, Коран тоже слушают от салафитов. Как они называют? Миша или Рашида, Коран запрещают. Запрещают за то, что он является хвановским, за то, За это запрещено только слушать тех людей, которые находятся в Манхаже. Из этого, братья, очнитесь, если вы видели, даже человек говорит, ошибся, и надо сразу ему давать эту крему, или хизбит, или мудхалит, или хутбит, надо его поправить. Ошибка была у многих людей сейчас, что, даже твои ошибки не могут находить, где ты противоречишь Курану, где ты противоречишь Сунна, где ты противоречишь больших имамов. Они говорят, кто-то сказал про него, так-то это мудхалит, или же он муржиит, или же он харижит, а, он у харижита учился, он не учитывал харижит, значит, он тоже харижит. Он у кого-то ихван учился, он тоже ихван, вот так они подходят. Это не манхаж, не методология ученых людей. Если методология ученых людей, и ты ученый человек, ты найди ошибки его манхажа. Ты находи ошибки, где он ошибся, где он противоречит четырех имамов, где он противоречит Ахил-Сунна валь-Жама. Это является правильным подходом, подход Ахил-Сунна валь-Жама. Научный подход. А за то, что он с тобой не согласен. Ну, если мы даже так уж начнем в историю углубляться, у Абу-Ханифы были противоречия с Абу-Юссуфом. Да, это Абу-Ханиф, они не знают, это люди, у них даже выше этих людей знания не поднимают, это вообще жахли, перед людьми они представляют, учеными. У них Расеймин сказал, Нажми сказал, кто-то другой сказал, они выше этого не поднимаются. У них нету салафа, которые читают книги, читают. Из-за этого я говорю, они даже, если даже этому смотреть, мас'ала, хадж, между Ибн-Вазом и Ибн-Албанией около 16-17 вопросов есть, только вопросы хаджа, разногласия. Если все ислам, весь ислам фикхи возьмут, сколько разногласий там найдем? Сотни, если не тысячи. Они лидерами Ахил-Сунна, которые не все время считают. Эти люди, за то, что с ним не согласны, мы увидели, как Мухаммад Рави Аль-Мадхали, за то, что с ним не согласны. Сперва он хвалил его, имамом называл, потом говорит, манихит Али-Бур-Ильм, ничего другого нету там, кроме джахля, кроме невежества, кроме бидра, и страсти, за страстами идут. Это у нас я ходил его, братья-мусульмане, не слушайте таких людей. Берите знания от тех ученых, которые следовали наши сады-фуссоли. Это те люди, которые уже распростились, как жархиты. Он хизбит, он гудбит, он какой-то, он какой-то, и кроме себя никого не оставляет вокруг себя от них. Сами тоже предостерегайтесь, и других тоже предстоит от них. От них, кроме бреда, ничего нет. Эти люди нынешнее время против джихада, эти люди нынешнее время слуги тагутов, эти люди нынешнее время враги знаний. Они говорят, акида, 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 говорят, усуль устала, которую можно за два дня прочитать, семь лет, одну книгу тоже учатся, потом приходят, мы учились семь лет в Египте, или мы учились в Ямене семь лет, и фатфа спрашивает, и сами заблуждаются, и заблуждают других людей, как сказано в хадисе, и люди держат невеже главарями знания, и спрашивают, сами заблудились, и заблуждают других. Азан Аллаху Субхану Хуата'ала. Азан Аллаху Субхану Хуата'ала. Азан Аллаху Хайран Шейх. Азан Аллаху Субхану Хуата'ала. Это приводится не для того, чтобы как-то позлоравствовать, искать, вот, посмотрите, какие они, или еще что-то, просто показать саму методологию, сам путь, который эти люди сначала выбрали и установили его как такой главный и основной путь в борьбе с сектантами и новообведенцами, а все это привело к тому, что они сами разругались, начали друг друга оскорблять, принижать свой уровень. Раньше, как Шейх говорил, говорили, он имам, сейчас говорят, это там маленький студентик, то есть в такой пренебрежительной форме. Здесь самый главный момент, иншаллах, в следующих лекциях мы это разберем, понять, что говорят ученые Ахли-Сунна, на самом деле люди, которые обладают знанием и пониманием в этой религии, об этом джамаате, об этих людях и обладают той методологию, которую они пытаются представить и показать нам, что это и есть методология Ахли-Сунна. Иншаллах, в следующей передаче будем говорить на эту тему. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.